Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Прежде чем начать разговаривать про нового, я хотел бы просто сформулировать, что такого нового у нас есть. Когда мы говорим о новом, мы подразумеваем, что у нас есть какие-то новые возможности в лечении, мы что-то новое узнаем о тех препаратах, которые уже есть у нас в руках, и у нас какие-то есть способы индивидуализировать лечение. Вот на этих основных моментах я и хотел бы остановиться. Хотя по поводу новых препаратов, это, может быть, не такие революционные изменения произошли в этом году, как за предыдущие годы. Так, сегодня у нас в руках действительно большое количество препаратов, которые мы можем применять для терапии меланомы. Из них значительная часть вошла в перечень жизненно необходимых. Все это современные новые препараты, это иммунотерапия или ингибиторы тирозинки НАС. Что хотелось бы сказать, что новое? В этом году, безусловно, новость, которая еще не состоялась, но которая, наверное, в скорости состоится, это подано на регистрацию отечественный препарат антипедиадин, пролголемаб, который производится биокадом, который имеет ряд важных отличий в структуре. То есть это не просто копия невлюмаба или пембролизумаба, это другая молекула, другой класс моноклональных антител, и, возможно, они будут обладать какими-то позитивными особенностями. И действительно было проведено исследование, которое оглашалось уже в конце прошлого года, на котором я хотел обосновиться, где пациенты получали терапию в разных дозовых режимах в двух когортах, один или три миллиграмма на килограмм. И оказалось, что в целом для пациентов с первой линии терапии было достигнуто в когорте один миллиграмм на килограмм, достаточно высокий уровень объективного ответа, 45%, это больше, чем мы ожидаем на иммунотерапии. В целом препарат показал эффективность, сравнимую с другими моноклональными антителами. Контроль над заболеванием достигал у наиболее хорошей популяции пациентов 70%, поэтому тут можно тоже сказать, что мы ожидаем многого от этого препарата. И результаты лечения довольно-таки типичная кривая, с уже с формирующимся платом, по времени без прогрессирования. Мы видим очень хорошие проценты, и если мы посмотрим в целом в обоих группах, это 56,8% в течение 6 месяцев пациентов не прогрессируют. Что касается современных подходов к тому, что у нас есть. Безусловно, у нас сейчас есть много препаратов, и это создает большое количество возможных вариантов лечения. Мы можем, убрав мутированных пациентов, начинать с брафингибиторов, потом продолжать с брафингибиторами, переключаться на иммуно-онкологический препарат, переключаться на химиотерапию. И все это может быть переключено далее в взаимозаменяемой плоскости. Конечно, такое количество клинических исследований невозможно просто провести, потому что слишком много различных вариантов. Это даже сложно спрогнозировать, но тем не менее у нас уже появляются некоторые моменты, которые позволяют нам до какой-то степени выбрать лучший алгоритм лечения. Что мы знаем на сегодняшний день, что появилось недавно? Мы знаем, что если мы назначаем брафингибиторы после антипедиодина терапии, у нас может быть выше частота нежелательных явлений, и могут появляться иммуно-опосредственные нежелательные явления на, казалось бы, таргетной терапии. И показатели эффективности хуже на комбинированном лечении. Длительность лечения в среднем 5 и 8 месяцев. Мы знаем, что на первой линии это порядка 11 месяцев обычно. И медианной общей выживаемости тоже ниже. Был проведен коллегами многоцентровой анализ эффективности терапии. И они как раз сравнивали, ставили вопрос, что лучше будет. Начать первую линию с антипедиодин терапии, это вот синие точки, или начать с брафингибиторов. И оказалось, что в данном анализе оказалось, что вне зависимости от уровня ЛДГ, и в целом и при низком уровне, и при высоком уровне, некоторые преимущественно имеют начало именно с антипедиодин терапии, о чем, собственно говоря, мы уже до некоторых степеней догадывались, но здесь имеется уже научное подтверждение этому вопросу. Был также проведен очень интересный анализ фармакоэкономических стратегий, то есть, что выгодно с точки зрения фармакоэкономики, какая стратегия. Стратегии изучались три. Это начало с брафингибиторов, переход на комбинированную иммунотерапию, начало с комбинированной иммунотерапии, переход на брафингибиторы и взаимное переключение между различными вариантами иммунотерапии. Что оказалось? Что самым экономически эффективным оказалось начало с комбинированной антипедиодин и антицителя 4 терапии, и потом переход на комбинированную терапию брафингибиторами. А подход, где начинались брафингибиторов, потом переключали на антипедиодин терапию, оказался наименее экономически выгодным. Это не значит, что он менее эффективен, но тем не менее, наилучшее соотношение эффективности и стоимости было именно на варианте, где начинается с комбинированной иммунотерапии. Была построена такая кривая, и что интересно, что если для Великобритании здесь ответы очень очевидны, что лучше начинать с комбинированной иммунотерапии, то Россия по показателям рекомендованной в Сибирной банке находится как раз на этом перекрестии. У нас еще далеко неизвестно, что в нашей стратегии лучше. Но тем не менее, такой подход тоже имеет право на жизнь, имеет право на существование. И нам надо думать и взвешивать у каждого пациента, какая стратегия лучше. Сейчас у нас появились уже какие-то аргументы для рассуждения об этом, доказанное в различных клинических исследованиях. Второй важный вопрос – это такая важная локализация, как метастазы в головном мозге. Безусловно, мы опасались за иммунотерапию при метастазе в головном мозге, потому что она может провоцировать нежелательные явления. Мозг – это иммунопривилегированный орган. Мы боимся и развития отега, боимся развития неврологической симптоматики у пациентов. Но вот были проведены анализы, каким образом пациенты с метастазами в головном мозге – это самая прогностически неблагоприятная группа, каким образом они отвечают на лечение. Оказалось, что для них характерны те же самые паттерны ответа, достаточно высокая частота, достаточно хороший уровень времени до прогрессирования на длительном эффекте и хорошие результаты общей выживаемости у этих пациентов. У симптоматических пациентов в два раза практически хуже результаты, но они могут получить пользу от комбинированной иммунотерапии. Таким образом, эта опция тоже может рассматриваться как вариант, особенно у пациентов, у которых нет симптомов поражения головного мозга или у которых метастазы в головном мозге были пролечены, и симптомы таким образом купированы. Очень интересный подход изучается и обсуждается в настоящее время – это подход с нейодевантной терапией. Действительно, это такая уникальная возможность, где вроде бы и опухоли еще наивны к нашим воздействиям, и менее резистентны, меньше количества клонов опухолевых клеток, как мы подозреваем. У нас есть достаточно короткий период времени, у нас есть эффективное средство, чтобы пролечить пациента, и мы можем с помощью 6-8-недельного циклотерапии оценить эффект даже с помощью патологоанатома. И что оказалось? Да, действительно, современные схемы терапии, вы видите здесь исследования Доброфениб, Траметениб, Пепелеумаб, Неволюмаб, просто монотерапия Неволюмаб, показывают достаточно высокую частоту полных патоморфологических ответов при лечении, то есть где опухоль полностью исчезает к моменту хирургического лечения за первые 8 недель лечения. Эта частота несколько выше, чем мы ожидаем частоту объективных ответов в метастатическом процессе. При этом медианы времени до прогрессирования достаточно высоки в данном исследовании. Если же мы посмотрим варианты ответа, то как вне зависимости от стадии, так и вне зависимости, в дальнейшем это будет показано от лечения, что оказалось, что иммунотерапия, применяемая в неодевантном режиме, она показывает лучше показатели выживаемости вне зависимости от стадии, чем таргетная терапия. И то же самое оказалось относительно патологического ответа. Как пациенты с патологическим ответом при иммунотерапии имеют несколько лучший результат, то есть он лучше держится, так и пациенты с отсутствием патологического ответа при иммунотерапии имеют несколько лучшие и значительно лучшие результаты, чем отсутствие патологического подтвержденного ответа при таргетной терапии. Таким образом, это в дальнейшем может войти и в нашу повседневную жизнь, хотя в рекомендациях еще такие опции не указываются. Из-за новостей 2019 года также можно отметить результаты 5-летней выживаемости уже рандомизированных исследований, которые получали доброфенипетры и метинип. Если вы помните, в прошлом году представлялись результаты только первой и второй фазы исследований. На сегодняшний день это данные уже из рандомизированных исследований. Мы опять видим, что у нас примерно 43% пациентов даже с высоким уровнем ЛДГ переживают 5-летний рубеж. У нас пациенты с наиболее неблагоприятным течением заболевания 55% переживают 5-летний рубеж. А если достигнут на фоне лечения полный регресс, то вероятность пережить 5 лет 71%. Но значительная доля из этой вероятности, 20%, приходится на проведение другой терапии после прогрессирования процесса, потому что время до прогрессирования у этих пациентов составляет всего лишь 49% на 5-летнюю отметку. То есть 20% пациентов получают в последующем другое лечение, и оно тоже оказывается эффективным. Что можно сказать про иммунотерапию? На сегодняшний день были обновлены результаты долговременного наблюдения за пациентами, получавшими пембролизомапы. Что хочется отметить, что у нас резко увеличилось время наблюдения, и до сих пор поддерживаются ответы у пациентов, которые закончили лечение. Здесь пациенты, которые получали препараты, отмечены красным цветом, синим – это этот же самый пациент, без препарата, без прогрессирования заболевания. Таким образом, 90% ответов после окончания лечения продолжаются. Это подтверждает нашу мысль о том, что 2-х лет лечения антипидиодин препаратами достаточно, и мы действительно можем получить длительный самоподдерживающийся ответ, который длится уже у некоторых пациентов до 5 лет. Вероятно, дальше будет проясняться ситуация, можем ли мы остановиться раньше, чем 2 года. Но для меланомы это обсуждается в экспертном сообществе достаточно активно в настоящее время. Другие критерии уже от английских команд ученых, которые посчитали, можно ли быть излеченным от меланомы. Здесь экстраполированы различные кривые терапии, причем и химиотерапии, и различных вариантов иммунотерапии, на довольно-таки длительный период. И вы видите, кривые идут за 20-25 лет, и примерно такой кривой выживаемости мы ожидаем у наших пациентов, и мы знаем, что у неволюмаба и у эпилюмаба кривая идет именно так, и она в любом случае лучше, чем монотерапия докорбазином. Был проведен также исследователями фармакоэкономический анализ, и оказалось, что практически в большинстве случаев, и в единичных случаях монотерапия эпилюмаба оказывается даже экономически выгоднее, чем неволюмаба, хотя в подавляющем большинстве случаев вероятность экономической эффективности неволюмаба выше, чем при других вариантах лечения. Что касается биомаркеров, то, безусловно, сейчас идет огромная работа по внедрению биомаркеров. Если некоторые мы знаем, мы пользуемся. Это прогностические факторы уровня ЛДГ, брафт, кит, это наличие MCI. Мы знаем, что есть различия по полу, возрасту, индексу массы тел. Это клинические факторы, которые всегда могут быть использованы. У нас в меланоме тоже анализируются уровни экспрессии PD-1, опухоли интеллектрирующих лимфоцитов, но они до сих пор и не вошли, и вряд ли войдут в клинические рекомендации, потому что даже пациенты с неблагоприятными при меланоме показателями этих маркеров получают пользу от лечения лучше, чем они бы получали на химиотерапии. Другими интересными маркерами остаются микробиоты, профиль экспрессии генов, циркулирующая ДНК, системный иммунный ответ, но все это еще в стадии изучения. Здесь слишком много противоречивых данных, чтобы это вошло в повседневную клиническую практику. Интересной особенностью стоит вновь возвращение внимания к безопасности терапии. На сегодняшний день накапливается большое количество данных по нежелательным явлениям, в том числе редким нежелательным явлениям, таким, например, как нежелательные явления со стороны сердечно-сосудистой системы. Если про иммуно-онкологические препараты в прошлом и позапрошлом году мы знали о них, знали, что они бывают, что они редки до 1%, что они бывают довольно-таки тяжелые, если они развиваются, то уровень летальности там достаточно высок, то в этом году был проведен мета-анализ для нежелательных явлений таргетной терапии. Посмотрите, что получилось, что применение комбинированной таргетной терапии Брафи-Мекинг-Ингибиторов существенно увеличивает риск довольно-таки серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Тромбоэмболия легочной артерии, снижение фракции выброса, о чем мы знаем, но и инфаркты миокарда растут примерно в 1,5-2 раза. Есть сведения о пролонгации интервала КУТЭ тоже на этих препаратах. И причем риск тяжелых нежелательных явлений тоже растет. То есть если здесь были все нежелательные явления любых степеней, то тяжелые нежелательные явления растут и действительно увеличиваются на фоне терапии. Поэтому мы должны об этом помнить. И это касается не только инфарктов, это касается и гипертонии, и других различных проявлений сердечно-сосудистой патологии, пациенты с которой приходят к нам на лечение. Поэтому эту информацию надо взвешивать, учитывать. И более пристально ли наблюдать за такими пациентами в процессе терапии. Конечно, на сегодняшний день огромное количество препаратов проходит различные исследования в меланоме и в других злокачественных опухолях. Мы получаем огромную массу информации из этих исследований. Мы ее ожидаем. Но на сегодняшний день, наверное, еще больше информации, чем та, которую я представил, в дальнейшем повлияет на алгоритмы наших действий. Таким образом, в заключении можно сказать, что на сегодняшний день появившиеся у нас в руках возможности в лечении требуют значительных усилий по выбору лечебной тактики в конкретно клинической ситуации. И именно рациональное использование доступных данных позволит нам добиться оптимального результата. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Викторович. Вы не только представили блестящий доклад, но и блестящий уложились в регламент. Более того, подарили нам дополнительно еще три минуты для обсуждения. И я возвращаюсь к своей просьбе. Марина Николаевна, мы пришли к вам в Архангельский онкологический спонсер. Мы ждем ваших вопросов. Коллеги, мы тоже будем рады и ваших вопросов услышать. Поэтому мы активно обсуждаем. И Марина Николаевна, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня слышно? Замечательно. Спасибо большое, Алексей Викторович, за прекрасный доклад. Можно с вами посоветоваться по лечению осложнений? Да, давайте. Нас, конечно, всегда очень интересует, когда у пациента есть метастазы в головном мозге с перифокальным отеком. И мы лечим его иммунотерапией. И учитывая, что мы все боимся, понятно, синдрома, да, вклинивания, мы вынуждены назначать глюкокортикостероиды для профилактики отека головного мозга. Вот как вы к этому относитесь? В каких бы дозах нужно было бы назначать? Ну, учитывая, что, да, иммунотерапию мы проводим. Да, ну, во-первых, не надо проводить иммунотерапию пациентам, у которых требуется для лечения отека головного мозга больше 2 мг в сутки доксаметазона или, соответственно, 10 мг в сутки пренизолона. Это доказано снижает эффективность иммунотерапии. Эти пациенты не являются кандидатами для проведения иммунотерапии. Для остальных пациентов, которым такие вещи не нужны, например, получавшим стереотоксическую лучевую терапию, которые реально могут сойти практически до нулевых доз глюкокортикоидов и контролировать этот процесс, им профилактика доксаметазоном не нужна, и вероятность провоцирования у них отека головного мозга меньше. Нелеченные пациенты, здесь требуется осторожность, но, опять-таки, в профилактическом режиме назначение глюкокортикоидов ухудшает результаты лечения, поэтому мы его не рекомендуем. Спасибо большое. Алексей Викторович, вот, конечно же, безусловно, у нас еще доклад у радиотерапевтов будет, но вот если мы говорим о комплексном лечении метастазов в головном мозге, то, на Ваш взгляд, вместо лучевой терапии до, после иммунотерапии вместо? Лучевой терапии в варианте стереотоксической лучевой терапии мы рекомендуем до начала лечения, чтобы просто контролировать очаги в головном мозге. Применение тотального облучения головного мозга неэффективно, и было вот как раз в этом году исследование, которое говорит, что оно даже и вредно. То есть, если нам нужно делать лучевую терапию на головной мозг, мы делаем стереотоксическую лучевую терапию, и потом назначаем системное лекарственное лечение, если есть прогрессирование не только в головном мозге, но и за пределами головного мозга. Редко бывают случаи, когда есть изолированное положение головного мозга, и в таких случаях наши рекомендации таковы, что мы проводим стереотоксическую лучевую терапию, и дальше системное лекарственное лечение не назначаем в случае отсутствия прогрессирования по другим очагам. Спасибо большое, Алексей Викторович. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо за доклад. Знаете, вот хотела спросить по поводу, скажем так, феномен. Псевдопрогрессирование каждый раз обсуждают. А вот часто ли вы встречались в своей практике с таким феноменом, как гиперпрогрессирование? Ну, в нашей практике мы иногда встречались с этим феноменами, не только на современных иммуно-онкологических препаратах, но и раньше встречались. Но проблема в том, что феномен гиперпрогрессирования, это, в общем, по экспертному мнению, это феномен с отсутствующим определением. То есть мы не знаем, что такое гиперпрогрессирование. Это увеличение на 50%, на 200%, увеличение скорости роста опухоли или еще какие-то. Каждый в своих публикациях использует свои термины и определения для феномена гиперпрогрессирования. Поэтому его истинная частота, в принципе, очень дискутабельна. Может ли иммунотерапия провоцировать быстрый рост опухоли? Вероятно, может. Механизмы этого есть, механизмы этого объяснены. Но, скажем так, я встречал публикации, где представляется результат, публикация, которая называется гиперпрогрессирование на фоне терапии, по-моему, неволюмабом, которая описывает типичный случай псевдопрогрессирования. То есть одно другого не исключает. Здесь, к сожалению, только клиническое осуждение позволит разобраться. Потому что часто мы видим гиперпрогрессирование, то есть увеличение опухоли на 100 и более процентов в течение первых 4, 5, 6, 8 недель с последующим развитием эффекта. Поэтому здесь нужно решение врача и определение, насколько оно симптомное, насколько эта ситуация бессимптомная. Стоит или не стоит в этой ситуации продолжить в зависимости от длительности лечения. То есть решение, по сути, клиническое. Нет на сегодняшний день маркеров, которые бы сказали, что вот это гиперпрогрессирование пациента лечить дальше нельзя. Или наоборот, что его надо лечить дальше, потому что это точно будет, дальше разовьется все равно ответ. Поэтому здесь, к сожалению, это в разряде искусства пока стоит. Спасибо большое, Алексей Викторович. А вот еще такой вопрос. Мы понимаем прекрасно, что опыт лечения иммуно-онкологическими препаратами в федеральных центрах, он несколько выше. И вот какие бы, может быть, Вы рекомендации дали в плане оценки отличия псевдопрогрессирования от гиперпрогрессирования? Потому что, ну, я так понимаю, что не все достаточно хорошо обеспечены в регионах. И вот какие бы рекомендации практическим врачам Вы дали? Ну, практические рекомендации первые – это учитывать не только радиологические данные, но и клиническую картину. Это в первую очередь, скорее. Второе – обязательно учитывать мнение пациента по этому поводу, потому что не все пациенты согласны, скажем так, верят в то, что это псевдопрогрессирование, скажем, и многие настаивают на смене лечения, не всегда на этом надо, с этим не надо соглашаться. То есть, если есть такая возможность, если есть рациональное лечение в дальнейшем, то почему бы нет, что называется. Надо смотреть на характер прогрессирования. Одно дело, когда мы видим гиперпрогрессирование, это новые очаги в коже, и другое дело, когда мы видим прогрессирование процесса, это новые очаги в головном мозге. Это принципиально две разные вещи, хотя, опять-таки, очаги, если это изолированное появление двух или трех новых метастазов в головном мозге по 3-5 мм в диаметре, что не редкость, в общем-то, даже с нейрологической симптоматикой, то добавление лучевой терапии иногда не только решает эту проблему, но и усиливает эффект благодаря индукции обскопального эффекта. Поэтому эти опции тоже надо взвешивать и уже выносить решение, продолжать лечение или нет, и можем ли мы получать пользу или нет, если у нас действительно есть уверенность в том, что продолжив, мы получим пользу, или не переключившись на другое лечение, мы получим пользу от текущей лечебной тактики. Тогда есть смысл продолжать. Если такое ощущение нет, надо менять лечебную тактику. Спасибо за внимание.